Телезрители, мы продолжаем нашу традиционную телепередачу «Времена событий и людей». В прошлый раз мы договорились с вами о том, что в ближайшем цикле телепередач рассмотрим очень на ваш и на мой взгляд важную тему, а именно западно-христианская цивилизация. Мы уже неоднократно с вами рассуждали и говорили о восточно-христианской православной цивилизации. Я думаю, что сегодня есть смысл остановиться на антагонисте на сегодняшний день, антагонисте восточно-христианской православной цивилизации, западно-христианской цивилизации. К сожалению, дружбы, на которую мы надеялись все 25 последних лет после развала СССР с Западом, у России почему-то не получается. Многие политические деятели у нас удивляются, что же это такое, почему так происходит. Друзья мои, я склонен к более прагматичным оценкам ситуации и могу вам со всей определенностью сказать, и ничего не получится. Почему? Потому что наши с вами великие мыслители и предшественники, русские великие мыслители, и в частности Николай Яковлевич Данилевский, Константин Николаевич Леонтьев, Константин Николаевич Победоносцев, Федор Михайлович Достоевский, Лев Николаевич Толстой, все в один голос, в один голос учили, говорили, кричали. Западной христианской цивилизации нужно проявлять максимум осторожности, максимум осторожности, потому что с удовольствием воспринимают все наши уступки, но взамен ничего не дают. Берут рубль, в лучшем случае выжмешь из них копейку. И вот эти все разговоры о том, что, значит, там мы за счет своих углеводородов, энергоносителей, мол, так сказать, подмяли под себя Западную Европу, гроша ломаного не стоит, никого и ничего мы не подминали. Здесь происходит совершенно, так сказать, паритетный торговый обмен на основах рыночных, товарно-денежных отношений. Не нравится этот обмен, не нравится. Хотят опять грести под себя. Привыкли. Это тоже нужно иметь в виду. Привыкли. Привыкли. Ну, посмотрите, посмотрите, я уже сказал, что такое западно-христианская цивилизация. Это страны Западной Европы, даже не Восточной. Вот они сегодня, семь стран Восточной Европы, это бывшие со стороны, вошли в Европейский Союз. Ну и что? Едва ли не катастрофа. Это Васлав Клаус говорит, бывший чешский президент. Почитайте его воспоминания, если не верите профессору Васецкому. Так вот, в западно-христианскую цивилизацию входит Евросоюз, Соединенные Штаты Америки, Австралия, Новая Зеландия. Что получается, так сказать, мы хотели дружить с этими людьми, но, увы, почему? Так вот, тот же Николай Яковлевич Данилевский в своей гениальной книге, которой уже сто с лишним лет, 1869 году, первое издание «Россия и Европа», он сделал открытие о том, что в мире, в со всемирной истории, не формации, не общественные экономические формации, не производительные силы и производственные отношения, они господствуют, они имеются, но тональность задают культурно-исторические типы. Человечество развивается цивилизациями, человечество развивается культурами, человечество развивается религиями. И вот Николай Яковлевич вывел 11 культурно-исторических типов и сказал, что это от Древней Греции, древнегреческие, древнеримские, древне-иудейские, древнеегипетские, вот, до современной России, в том числе и западно-западный христианский тип он вывел. И он сказал, что да, вот эти 11 культурно-исторических типов в истории человечества были, но они не стыкуются между собой. Взаимовлияние – пожалуйста, взаимопроникновение – будьте любезны, но взаимопоглощение приводит только к уничтожению того культурно-исторического типа, который поглощают. Обратите внимание, даже когда Древний Рим завоевал Древнюю Грецию, не произошло ассимиляции. Древнегреческие ценности, ценности древнегреческой цивилизации были частично усвоены Древнеримской, потому она и сумела так быстро подняться в культурном отношении. Но фактически древнегреческая цивилизационность осталась при своих, как говорится, интересах. То же самое происходит и сегодня. То же самое происходит и сегодня. Поэтому нужно рассматривать этот западно-христианский анклав как цивилизационно-суверенный, как цивилизационно-самостоятельный. Тем более, что в современных условиях это наиболее сплоченный, это наиболее организованный, это наиболее политически закаленный, если так можно сказать, цивилизационный ареал существования. Итак, история. Я думаю, вы со мной согласитесь, что образование западно-христианской цивилизации нужно отнести примерно к XIV-XVIII веках. Дело в том, что цивилизации формируются и образуются не так, как современные государства. Для того, чтобы существовала цивилизация, проходят века. Если, скажем, в государстве мы оцениваем периодическую историю развития, скажем, десятилетиями, периодами, то в цивилизациях это происходит столетиями. Это происходит поколениями человеческих, если так можно сказать, общностей. Ну, а как вы знаете, выдающиеся советские демографы, в частности Урланис, они говорили о том, что современное поколение – это примерно от 25 до 40 лет. Вот, допустим, я родился в 1946 году. К моему поколению относятся те, кто родились в 36-56. Вот, ну, максимум в 60-м. Поэтому, скажем, вот покойный Ельцин, он был уже предшественник нашего поколения, так же, как с Горбачевым. Современное поколение насчитывает, если мы берем политиков, Путин, безусловно, так сказать, и Жириновский тот же, Зюганов, так сказать, Миронов, до, скажем, Касьянова, который был председателем правительства при Ельцине и частично при президенте Путин, он 56-го года рождения. Уже, скажем, Дмитрий Анатольевич Медведев – это следующее поколение политиков. То же самое и на Западе. То же самое и на Западе. Вот не зря же, кстати, западная политическая мысль, в отличие от нас, более ближе к использованию цивилизационного метода. Вот они называли Джордж Буш младший. Не потому, что он был сыном Джорджа Буша, а потому, что он представлял другое, следующее поколение в развитии американской политической элиты. Обама – это еще одно поколение. Ну, сейчас, как вы знаете, в связи с политическими неудачами Обамы, как во внешней, так и во внутренней политике, тем более второй срок заканчивается. Многие американцы уже очень жалеют, что голосовали за него, потому, что при Обаме страна оказалась в явно неудовлетворительном состоянии. Говорят, что демократы, например, пытаются или будут двигать на следующий срок Хиллари Клинтон. Я думаю, это провальное совершенно мероприятие. Ну, по крайней мере, сейчас готовят по данным, которые поступают из средств массовой информации Соединенных Штатов, готовят почву для этого. Ну, это их проблемы, это их дело. Так вот, западнохристианская цивилизация образовалась в 14-18 веках. По крайней мере, в западнохристианской цивилизации вот именно в этот период оформился тот тип мышления, или, пользуясь оговоркой Горбачева, мышления, он же там все, общечеловеческое мышление, помните, загадил голову нам этими всеми глупостями, так сказать. Ну, это же надо до такого состояния. Ладно бы сам. Но ведь и нас заставил, так сказать, поверить определенное время, что действительно существуют общечеловеческие ценности в мировой политике. Кстати, на работу в ЦК КПСС Горбачев принимал меня. Я сейчас, как сейчас, помню, когда он, нас 12 молодых ребят, так сказать, по 40 лет, и он инструктировал о том, как надо вести идеологическую работу по пропаганде идей перестройки. Верили ему свято, были очарованы его, так сказать, харизмой на первые 2-3 года. Правда, потом пришло запоздалое прозрение. Ну, так же, наверное, как и у вас всех. Так вот, этот тип мышления западнохристианской цивилизации, он сформировался, я уже об этом говорил, еще раз подчеркну, как раз в эпоху Возрождения, это 14-17 века, и эпоху Реформации, это 16 век. Ну, чем отличается Возрождение от Реформации? Друзья мои, Возрождение – это самая кровавая эпоха в истории Западной Европы. А Реформация еще кровавее, так сказать. Все эти религиозные войны, столетние, 30-летние, и черт-те знает, какие там еще, так сказать, за наследство, значит, там, испанской короны, за наследство там какой-то еще короны, понимаете ли. Все это происходило под рубрикой, под, если так можно сказать, знаком религиозных войн, чего отродясь не было в восточнохристианской цивилизации. Даже когда славяне, так сказать, покоряли царь Грян, византийскую столицу, и в помине не было ни у кого, чтобы там ликвидировать православие или нанести удар, так сказать, по церковным ценностям Византии. А здесь резали, громили, уничтожали. Ну, вспомните, зачем далеко за примерами ходить? Варфоломеевская ночь, так сказать, если кому-то неинтересны эти столетние и прочие войны. 32 тысячи в одном Париже вырезали католики-протестантов или гугенотов. Они бежали, протестанты, с Западной Европы. Мы их пригрели, Россия пригрела. Петр Петра Первого учил Лефорт. Вы знаете, наверное, эту ситуацию. Немецкая Слобода, бегал он туда, не только Монсиха его привлекало там, но его привлекали, так сказать, и протестантские ценности, хотя Петр был удивительно православный человек. И он не отказался от православной религии, хотя и нанес ей огромный удар, ликвидировал Институт Патриаршества. Я уже не говорю там о переплавке церковных колоколов на пушки для войны со Швецией. Так что вот эта замясть, с одной стороны, якобы проповедь человечности, а с другой стороны, уничтожение этой самой человечности. Вот это в западнохристианской цивилизации, вот эти два начала, они постоянно между собой коррелируются, они постоянно между собой соревнуются. И в одну эпоху берет вверх одна, в другую эпоху берет вверх другая, но они, обе эти линии, присутствуют в развитии этой цивилизации, хотя и происходит это развитие на принципах и на основах так называемого антропологизма. Антропологизма, антропос – это человек. Вот это имейте в виду. Поэтому в этот период, в период, так сказать, возрождения и реформации сложилась новая политическая методология, предельно рационалистическая и реалистическая в оценках политики и власти. В основе западнохристианской цивилизации, безусловно, лежит христианство. Не надо думать, что возрождение, отказавшись от Средневековья, отказалось от христианства. Ничего подобного. Мне вот понравилось, я сейчас процитирую, французского социолога Фернана Конта, значит, он как говорит в этом вопросе? При определении влияния мировых религий на формирование цивилизаций существует следующая зависимость и закономерность между фактами и хроникой событий. В совокупности факторов, определяющих формирование западного, как он выразился, человека, христианской религии принадлежит решающая роль. Абсолютно правильно. Несмотря на многочисленные ошибки и промахи. Тем не менее, именно христианство является отправной точкой, по которой человек до сих пор определяет свою фундаменталистскую или фундаментальную позицию. Бог или безбожие, смерть или воскресение, трансзантичность или имманентность, какую бы жизненную позицию человек не занял, она всегда определяется, осознанно или неосознанно, элементами христианской истории. Очень правильно француз пишет, почитайте его замечательную, так сказать, энциклопедию «Христианская цивилизация». Она перейдена на русский язык и издана в 2005 году. Поэтому идея человека является заслугой Запада. Запад действительно выдвинул и поставил в центр мироздания человеческую личность. Правильно или нет? Я думаю, что это безусловная вершина гуманизма. А, собственно, и гуманизм сам произошел именно тогда. Безусловно, так сказать. Это античная традиция, когда за точку опоры развития всемирной истории берется человеческая личность. Счастье, несчастье, успех, неуспех, нравится, не нравится. Но именно человеческое бытие, человеческое, если так можно сказать, мировоззрение, человеческое самочувствие и определяют тенденцию развития современного мира и, в первую очередь, западнохристианской цивилизации. Коллеги, я такую выскажу еще одну любопытную мысль. Вот вас, наверное, мучают, заставляют изучать, значит, философию Гегеля, философию Канта. Слушайте, я вообще их не считаю философами. Вот что такое эта абсолютная идея? Что такое этот абстрактный, значит, мир, камчистый разум, как у Канта, вещь в себе? Слушайте, ну это, может быть, с точки зрения методики познания, с точки зрения рационального постижения действительности, это вся философия имеет место и имеет значение. Но, как мне представляется, для меня, вот, человека до мозга кости православного, человека, выросшего в традициях восточно-христианской, если так можно сказать, цивилизации, хотя 25 лет я был членом КПСС, этой безбожной, казалось бы, партии, тем не менее, религиозное чувство во мне никто не смог вытравить, и как только исчезли эти внешние партийные оковы, оно спокойно укоренилось и живет сегодня во мне, так сказать, так же, как и в миллионах душах других православных людей. Я говорю о православе, потому что я православный. Сидел бы здесь на моем месте профессор, исповедующий ислам, он бы, наверное, говорил об исламе, иудей говорил бы, наверное, об иудаизме. Я прошу не обижаться на меня. Я говорю о том, что мне ближе, что мне роднее. Это не значит, что я кого-то отвергаю или кого-то осуждаю, или, не дай бог, порицаю. Боже упаси! Ничего подобного. Живите все долго и счастливо. Флаг вам в руки. Вот. Я говорю о том, что меня беспокоит. Так вот, мне думается, что квинтэссенцию понимания западнохристианской цивилизации выразил, как это ни странно, философ другого разлива. Его называют основоположником философии жизни. Артур Шопенгауэр. Соперник Гегеля. Он, когда работал в Берлине, в Берлинском университете, Гегель был ректором. А Шопенгауэр туда приехал молодым, так сказать, приват-доцентом и, соревнуясь, так сказать, в популярности с Гегелем, он объявлял свои лекции в один и тот же час, что и лекции Гегеля. На лекции Гегеля битком, на лекции Шопенгауэра приходил один студент, с которым тот занимался. Понимаете, какая... Но я думаю, что сегодня всё-таки философия Шопенгауэра, мне кажется, более точно отражает суть и понятие западнохристианской цивилизации, чем вся эта диалектика Гегеля. Мир как воля и представление. Воля – это импульсивное деяние человека. Если обратиться к родоначальнику философии волевой Фихте, он говорил так, что действие идёт впереди мышленнее. В какой-то степени я даже согласен с ним, потому что именно действие определяет идеологическую позицию человека. Так ведёт себя президент Путин. Он сперва старается действовать, а потом уже осмыслять своё действие. Наверное, это правильно. До сих пор было как-то по-другому. Мы от Маркса взяли сперва идея, теория, которая потом воплощается в практику. Теория построения социализма в одной отдельно взятой стране. Теория есть, начинаем строить, ни черта не получается. Или получается всё с точностью да наоборот. Так вот, мир как воля и представление. Есть воля – существует представление. Нет представления – нет мира. Вот примерно в этом и выражается антропологическая сущность западнохристианской цивилизации. В этом выражается индивидуализм, индивидуализм понятий. И завершая оценку философских критериев западнохристианской цивилизации, в её основе, помимо индивидуализма, лежит ещё и, если так можно сказать, ну, да, надо называть вещи своими именами – аморализм. В 1469-1527 годах во Флоренции жил такой замечательный мыслитель Никола Макеавелли. Написал прекрасный трактат «Государь» в русском переводе «Князь» в 1513 году. И в этом трактате он вывел знаменитую формулу, цитирую, чтобы не было потом претензий, «для укрепления государства допустимы любые средства – насилие, убийство, обман». И дальше это сформулировали в такую ёмкую формулу «цель – оправдывает средства». Вот вам политика западнохристианской цивилизации. И этого мало показалось. Через век в Англии появился такой Томас Гоббс, 1588-1679. Он написал замечательную книгу о Левиафане. Левиафан – это животное, которое пожирает, так сказать, всех окружающих. Вот Левиафаном он назвал государство. А формулу, которую он вывел для этого государства – война всех против всех. В чём суть, так сказать, Гоббса? Его считают автором договорной теории происхождения государственности. Вот он говорит, чтобы стая волков не перегрызла друг друга, она собралась, так сказать, вместе и договорилась, что мы, говорит, часть полномочий своих индивидуальных передадим вожаку стаи, то есть государству. Государство будет, так сказать, следить за тем, чтобы мы друг другу глотки не перегрызли, но в то же время будет применять насилие по отношению к тем, кто попытается перегрызть эту глотку. Вот такие человеколюбивые гуманистические теории родили, если так можно сказать, философию западнохристианской цивилизации. Я просил бы воспринимать это не как немножко не в себе профессора Васецкого. Отнеситесь к этому вполне и вполне серьёзно. Именно вот на основании вот этой, так сказать, философии была создана в середине 17 века так называемая Вестфальская мировая система, которая и составила скрепы западнохристианской цивилизации. В основе этой Вестфальской системы лежит тип государства – этанасьон, государство-нация. Вот 20 с небольшим государств составили вот эту систему. И в результате специфика западнохристианской цивилизации выразилась в следующих неприхотливых моментах. Первое – это плюрализм европейского общества, как следствие многообразия традиций. Она присуща всем цивилизациям. Наличие множества центров в западноевропейском обществе – это наличие избавляет его от кастовой системы профессий, но в то же время ведёт к резкому возрастанию доли индивидуализма. Сильная тенденция третья – к формированию общего классового сознания и классовой организации. Не случайно Карл Маркс потом попытался распространить теорию классовой борьбы, характерную для западнохристианской цивилизации, на весь остальной мир. Формирование института патернализма, борьба двух основных сил за участие в формировании политики – политических элит и государства с одной стороны, и общества с другой. Именно западнохристианская цивилизация породила такое явление, как гражданское общество. Мы сегодня пытаемся изображать, что у нас тоже что-то есть. Как это получается – не мне говорить, сами разбирайтесь. Вот первые, если так можно сказать, зарисовки. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч. До свидания.